итак всем добрый вечер у нас последний урок перед сахом сегодня у нас вторник понедельник в этом году песах выпадает ровно те же дни как был год исхода и недели с даты конечно те же самые то сейчас была великая суббота это было 10 нисана ровно то же самое было у них год исхода из египта люди обычно думают что исход из египта был ночью это не так это десятая казнь первенца исход из египта был днем четверг да значит моисей сказал мы не будем выходить как воры ночью сам исход был в четверг днем это то что мы отмечаем к из первенцев это пасхальный цедр это вот будет в среду вечером приветствую виктор приветствую павел и так наша заявленная тема сегодня достаточно серьезно значит для начала я чтобы ввести в курс дела значит опишу каким образом евреи казались египте как они казались они казались там как мы знаем они спустились из-за голода тем не менее каким образом евреи оказались по всему египту стали там жить ведь они жили только в одной земле в земле горшин земля горшин находится к востоку от нила то все так где-то между сегодняшним египтом и ливии условно говоря второе есть два похожих почти идентичных предложения значит первое оно до предложение в конце главы ваихи значит это берешит 47 глава 20 предложения написано так был израиль народ стране египетской стране горшин и стали в ней оседлыми и складились очень размноженно это первое предложение второе предложение но в начале книги шмот начале книги иксодекс глава 1 предложение всем а сыны израиля плодились и размножались стало очень многочисленными сильными наполненностью страна казалось бы написано то же самое что они размножились их стало много в чем же разница разница есть огромна и принципиально обратите внимание что во втором предложении тот который открывает книгу иксодекс книгу шмот перед предложениями восстал новый царь негиптом который не знал его все фан написано сейчас я вам прочту как все раввины читают с голосом и с интонацией вы поймете разницу а сыны израиля плодились и размножались и стали очень многочисленными сильными была и наполнилась ими страна и так обратите внимание что в первом предложении речь шла о том что они размножились их стало тоже много но они жили в египте в земле гошин а здесь они живут в стране какой стране понятно что не живут там в америке и швейцарь не живут в что имеется ввиду под словом страна вообще на иврите гаарец словом переводится та самая страна в сущности это определение к земле израиль однако она может применять быть к любой другой определенной стране в данном случае идет относительно египта даже газета к гаарец не про это сейчас речь в любом случае гаарец это твое место где ты себя чувствуешь дома так вот евреи чувствовали себя дома по всему египту как же это произошло значит обратите внимание что когда его все перевел еврея в египет он привел значит некоторых пятерых из своих братьев перед фароном и написано привел самых невысоких самых невзрачных не угрожающих он был гад дан такие вот низкие такие хлюпики шахматисты там на скрипке играют да не привел высоких баскетболистов боксеров там шимон любви там такие крутые ребята дата который там фитнес ходить не нужно сами кому хочешь он привел значит не небольших своих братьев по росту казалось скажите фарону мы значит и наши предки пастухи нас нет пастбищ пришли чуть-чуть пожить не производите сильно выражающие впечатления так и было это то что они сказали им дали землю горшин земля горшина опять-таки земля не богатая пастухи которые живут земля где скоту хватает человеку хватает на жизнь но миллионером не станешь египет как известно славился милом великая река написано что земля израиля не как земля египетская что там значит воды сколько хочешь значит в израиле нужно поднимать голову к небу молиться там всевышний дождь пойдет и не пойдет смотря как все будет шести а в египте как бы ты себя не вел вода есть воды воды много более того египтяне мы знаем это и тогда и сейчас проводили довольно крутые даже по сегодняшним меркам ирогационные каналы не было развитое сельское хозяйство и как мы уже говорили да значит поколение первые десять поколений между дамом и нохом которые жили богато или прекрасном климате у них было много урожаев не снимали там согласно медрошаба по 6 урожая они были миллионерами мультимиллионерами только на сельском хозяйстве на бирже не на программирование сегодня в этих же местах есть места здесь 4 урожая второго это вот южнее там где заканчивается мертвое море и дайла то есть места не снимают 4 урожая в год поэтому те кто там живут специальские маршарники у них все хорошо окей в любом случае опять-таки евреи быстро да значит поняли что основные деньги в египте они как сельского хозяйства круг воды пока мы говорили жил иосиф и братья а то они жили в этой земле гошин это то что написано в первом предложении 47 главе книги берешит они там размножались твои земли гошин однако им стало тесно естественно можно предположить что со временем когда их стало много что происходит когда становится много они выходят из своего места так сегодня многие города в израиле растут людям тесно жить реально не хватает места поэтому строят новые поселки новые города евреи у нас можно в разные места пойти жить однако наши евреи как мы догадываемся они были люди не глупые они заодно если уж выходить на сиженных мест нужно по крайней мере постараться хорошо заработать логично предположить что они стали жить вот в дальней в долине мила логично предположить что некоторые из них тогдашние там ротшильды преуспели экономически и разбогатели стали заниматься сельским хозяйством и таким образом евреи распылились расплодились по всей земле египетской не только в земле гошин где они жили за или изолирована то что хотелось и таким образом опять так и логично предположить что те кто разбогател стали нанимать себе работников лук служанок естественно это были и египтяне да то есть это на что это у нас похоже на процесс как евреев водили из гетто западной европы германии в австрии во франции в италии да то есть во всех местах где время дали мансипации равные права они часть из них не все часть из них успела финансовая сфера разбогатела стал нанимать местных жителей в качестве слуги служанок и появился антисемитизм буквально то есть не только чтобы вот этого не было но раньше он назывался ненавист к израиле на весь религиозно слова антисемитизм немецкая книжка это специфический ненависть семитам как люди думают ненависть арабам арабов вообще не было в европе эта книга которая написала немецкий журналист 19 века как раз вот время когда евреи уже расплодились в австрии в германии вне гетто и преуспели и это вызвало резкую отрицательную реакцию населения и тогда возникает термин антисемитизм или подголовок ненависть к евреям ровно тот же самый процесс который был несколько тысячелетий после исхода из египта однако на самом деле он уже произошел в египте поэтому опять таки это вот ненависть который египтянец тут велики время есть и можно быть таким житейским бытовым логичным что ли если хотите образом не оправдывают конечно образом ненависть людям тем не менее опять-таки социология это вещь которая существует это ровно то чего опасались правцы это то чего опасался иосиф тем не менее евреи сумели значит не удержаться и жить только в земле горшин не хотели довольствоваться малым человек хочет максимума и а если уж хочешь максимума нужно жить среди местного населения в данном случае среди египтян и и опять таки напоминаю что сделал иосиф как он спас египет от от голода тоже самый сорок седьмой главе книги берешит 14 предложение собралось все серебро которое нашло в стране египетской не к нанейской за хлеб который покупали говорим про семь лет голода и внес иосиф серебро в дом фараона и истощилась серебро в стране египетская закончилась ранее к нанейской пришли все гиптяне и киосифу сказали дай нам хлеба зачем нам убирать перед умирать перед тобой если вышло все серебро и лосиф закончила серебро хорошо давайте скот ваш и отдам вам за скот ваш если закончилось серебро и они привели скот свой киосифу дал иметь все хлеба за лошадей за скот мелкий скот крупный за слов и он снабжал их хлебом за весь скот в тот год хорошо 18 и кончился год этот и пришли к нему а другой год и сказали ему не скромно спинашивать что так как серебро закончилось а скота уже у господина нашего то не осталось перед господи нашим ничего только наши тела и наша земля для чего же погибает там на глазах твоих на земле нашей и тяне и помнят что это наша земля купи нас землю нашу за хлеб они придут себя в рабство и мы и земля наша будем порабочены фараону только дай нам семян и будем жить и не умрем и земля не опустить и вы купил и оси всю землю гиппян для фараона ибо продали гиппян не каждый поле свое ибо тяготел над ними голод все очень четко и честно называют и стала страна собственность фараона а народ он так как он купил народ он может иметь командовать где кому жить а нахселил он и оси в народ по городам от одного конца гиппта до другого сконцентрировал городах только земля жрецов не было куплено потому что помогли жрецов фараона не питались на делом который был фараон поэтому не продавали свои земли и сказал иосиф народа а вот теперь я купил вас и землю вашу для фараона вот вам семена и засевайте землю будет из доходов видите пятую фараону 20 процентов а 4 доли будет вам на пассив поле на пропитание вам и домашний ваших и они сказали ты дарвал нам жизнь лишь на берегу милость глаза господина раньше работе мара вами фараона и столы и установил иосиф закон стран египетской до сегодня 5 на 20 процентов фараона не десятина и 10 20 процентов фараона мы видим что иосиф производит такую очень интересную национализацию да то есть все значит граждане принадлежат фараону вся земля принадлежат фараону и даже доходы от земли принадлежат фараону но это не тотальная национализация в духе советского союза а как раз ровно наоборот большая часть доходов идет самим люди 80 процентов в этом уникальная национализации иосифа как мы знаем из средних веков когда значит господа забирали у вассала большую часть больше пятидесяти процентов вполне себе либеральный такой вот господин с одной стороны он переблетает людей землю перемещать людей с места как требует этого государства строит города строит различные склады кстати их они сегодня раскопы есть склады иосиф хранил зерно это огромный пункт или такие девятиэтажные в землю там было холодно и зерно не портилось город который торн за трамцесс сегодня известно пирамиды туристы фотографии иосиф одной стороны спас египтян и они им благодарны а с другой стороны параллельный процесс когда евреи выходят из этого гетто куда иосиф их посадили земли гошин начинают селиться по всей земле египетской кто-то из них приуспевает начинать нанимать местных людей себе в слуги в служанке в рабы и в рабыне и это естественно вызывает негативную мягко говоря это все опять таки у нас введение значит в то к чему мы идем и так тема которую задали каким образом высококультурный народ превратить ворс то что сделали египтяне валий в леских мальчиков кидали вниз несмотря на то что опять таки согласно что традиции это не мог бы продолжаться все время значит народ закончился да мы говорили что есть два периода в целом египетское знание и половина из него чуть больше половины сто шестнадцать лет египетское рабство тем не менее прибавление гибки рабство это не тождественные элементы сам сам же период геноцида когда мальчик когда ливнил это полтора года тем не менее как культурный народ может скатиться до массового убийства во первых чтобы ответить на этот вопрос опять таки нужно понять в в чем была высокая культура египтян в чем их влияние на наше сегодняшнее общество как вы думаете какие вещи из для него египта пришли до нас сегодня что такого они крутого сделали что влияет на спасение была высокая культура египтян ну мы сказали региционный канадцев сказать это хорошо мы сегодня круче чем они все это не нужно понимать что три древние цивилизации до древней гиппе древней греции древний рим повлияли на нашу жизнь сегодня значит древнюю грецию понятно сказать наука философия и так далее и так далее древний рим понятно римское право юра подтвердит значит уже талмуд замечает как версия да значит что они строили дороги строили города государственная структура до значит армии и так далее и так далее влияние римского право римского государства нас понятно в чем же влияние египтского государственного суббота окей ответ во первых у египтян было очень развита медицина значит более того так как египтяне там верили очень мертвых царство мертвых там плавание долины мертвых и тому подобные вещи у них было очень развита не просто медицина анатомия и вскрывание человеческого тела как это одним словом называется вскрытие тела после смерти таким образом уже когда более того из древней греции люди чтобы научиться медицине и анатомии ездили в египет эта история как платон встречал пророк иеремии и то же самое было и время особенно когда он стал христианским так как христиане запрещали да и греки запрещали греки обожищали человеческое тело они запрещали его препарировать скрывать после смерти поэтому те кто хотел учиться медицине они ездили в египет поэтому не случайно значит там была александрийская библиотека знаменитая она же была при университете александрийском поэтому первая вечно которая значит наставление это медицина анатомия структуратического тела хорошо только лет нет ну вы можете сказать да да они там были крутые в косметике у них были парики для мужчин женщин хорошо ну парики косметика там помада это все конечно круто там шанель там зародыши было да все понятно не менее это не главные вещи на которые египет управлял на нас главные вещи которые древний гиппет управлял нас это место религии в обществе египет был очень религиозная страна и случайно даже тора замечает египетские жрецы имели отдельный статус они не голодали у них было спецпоек спецмагазины там спецполиклиники все спец спец как мы знаем из одной страны и они подчинялись напрямую фарон египет был очень очень верующий если хотите по христиану религиозной страной конечно в неправильном смысле слова страна была полна идолопоклонства тем не менее религиозная идея была очень центральной де греческого общества это самое главное чем древний древний гиппет повлиял на нас древняя греция относительно гипта была ну почти светским государством опять-таки гиппетский гиппетский слега греческие философы были разные были разные школы победила линия вот платона сократа иристотеля мир вечен и бога нет поэтому в этом контексте опять-таки такая вот как бы ветско атеистическая идея она победила древней греции им опять-таки был тоже более-менее государством где религия была терпима любая да значит своя местная чужая опять-таки императором возносились жертвы вирусалимском храме ставили там жертвенник какому-то римскому императору да все это вещи были тем не менее это такие римляне поклонялись самим себе это вот классическая так сказать да своей собственной рукой поклонялись сильной мышцы захватили весь мир да то есть поэтому если греки поклонялись человеческому телу некому абстрактному разуму логике и так далее древние римляне поклонялись сами себе своей силе своим сенатором своим императором и так далее не то что в древней египте этого не было фараоны опять-таки были сыновьями бога а некоторые называли себя богами тоже тем не менее опять-таки это была вот частичная сторона религиозность общества общество было очень религиозно опять-таки богов были десятки сотни значит мы знаем основные них опять-таки а монра бог солнца плодородия и так далее так далее и так далее поэтому основная идея древнего египта как ни странно это звучит это религиозная идея что человек не один в этом мире есть высшие силы опять-таки они это понимают буквально на уровне идол поклонства тем не менее египет был в этом плане абсолютно противоположность древней греции страна была религиозна это главное влияние их страны которая была три тысячи лет от нас как минимум на наше сегодняшнее государство хорошо теперь если мы это поняли мы говорим что у фараона был статус как минимум сына бога а иногда самого бога находим пророка и хескеля цитаты что были фараона в его время которые себя назвали богом не больше не меньше когда перейдем к нашему главному вопросу если мы сказали что египет высококультурная страна как люди скатились до массовых убийств и на это как ни странно есть очень интересный ромбан нахмани да значит человек который жил он жил в барселоне прошу прощения спорта он жил в жироне далеко от барселоны прославился знаменитым своим диспутом так вот нахмани пишет следующую вещь в комментарии на тору это ответ которым помогает нам понять ответа только вопрос как немцы люди такой вот этих высокой культуры докатились до катастрофы и до душегубок людей превращались и как сегодняшние россияне люди высокой культуры а значит люди там пушкина да руки на западе более толстой достоевский чехов набоков более представить русскую культуру там меньше лермонтов пушкин тем не менее вопрос тот же самый как люди с такой высокой культуры доказываются таких жертв таких зверств и преступлений против человечества в общем что говорит нахмани в 13 веке в 1200 годы и так нахмани спрашивает вопрос как народ мог скатиться до такого уровня что кидал убивал детей маленьких своей стране в нил и вот его комментарий не видел фараон и его советники убить их евреев мечом видел возможность потому что это будет огромное предательство убивать людей ни за что убивать целый народ геноцид мы говорим за целый народ который пришел его страну по приказу первого царя который до него и так фараон понимал что убивать людей ни за что целый народ нельзя и невозможно и даже если даже есть теории захотел бы он это сделать роман не пишет это имеется ввиду то люди этой страны египтяне не дали бы дать возможность своему царю фараону сделать такой разбой то есть простой народ сдерживает царя или не сдерживает почему потому что с простым народом фараон советуется ведь в торе написано давайте святым сюда тут фарон говорит со своим народом и несмотря на то что сыны израиля их было много и очень много тем не менее если бы фараон захотел их убивать напрямую то сделали бы с ними великую войну это гражданство люди бы защищались то есть это то что фараон не хочет фарон не хочет ни к гражданской войне значит он хочет действовать по-другому поэтому опция вариант прямого геноцида отпадает но сказал он фараон что сделают они египтяне путем хитрости чтобы не почувствовали израильтяне что они к ним с враждой подходят и поэтому поначалу обретение слова поначалу нажил наложил на них налог 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 простая вещь до финансам германии дата министерство финансов коллекторы значит стране не хватает денег не знаю финансальные проекты нужны деньги потому что это вещь принятая для тех иноземцев чужаков гирим пришлых людей которые живут стране платить налог царю дата раньше есть даже сегодня например люди которые не граждане какой-то страны есть различия уплате налогов между гражданами и гражданами страны и так это вполне нормально нормальный вариант что чужие чужаки стране платят особый налог царю за то что они там живут крепость несомненно это было нормально точно так же как шва царица шва платила царю соломону царица шва опять-таки там описывается книги царя что она принесла подарки царю соломона когда приехала с официальным дружеским визитом в израиль тем не менее опять-таки из дальнейшего текста видно что она постоянно что-то посылала в иерусалим это вид определенного налога то есть опять-таки соломон властвовал над многими странами опять-таки несмотря на версию что она была там одной из это может быть жена женой на налог платит любовь любовь-любовь налоги в рост налоги не забываем налоги и не прочь и потом опять-таки снова потом он приказал тайна акушер комдат это вот история про шифра и по которой что есть значит они акушерки убивали младенцев мальчиков а лев наем на родильном кресле и даже сами роженецы они не знали про это и после того снова после того это ключевые слова здесь после того как он фараон приказал всему своему народу значит кидать мальчиков младенцев евреев и дело в том что он не хотел приказывать своим министром значит это делать потому что если бы это делал кто-то из властей то тогда нашелся бы отец кого-то из ребенка стал бы кричать царю или министром ему бы сказали приведи свидетелей тогда можно сделать отомщение тем кто убил твоего ребенка да то есть когда поделать официальные власти то следы остаются да можно даже тогда как ни странно на уровне частного человека было как-то потребовать власти ответа и потом уже когда уже полностью раскрылись все шлюзы это называется когда полностью отпущен ремешок и тогда уже египтяне врывались сами дома ивреев и приходили туда по ночам почему по ночам сейчас увидим и они делали вид что они не знают этих людей бит на крим да то есть они знали это были их соседи это люди которые с ними живут не тех чужой области приходил когда никого не знаешь соседи врывались дома и находили там детей чтобы кинуть их не мальчика это то что написано про мать моисея что больше не могла его спрятать прятала три месяца дома вот так как вырывались египтяне соседи соседи знали кто у кого родился правильно в чужом городе не знаю соседи знают значит не могла его спрятать и поэтому тор описать дальнейшую и так это то что пишет там рамбан нахманит значит на поставленный вопрос если мы коротко соберем весь его длинный ответ ответ короткий будет постепенно любой высококультурный народ можно сделать народом убийцей постепенно поэтому здесь постоянно идут слова в начале потом после этого и когда уже все да то есть есть определенные этапы террористы значит писал 70-е годы приняли программу постепенного уничтожения израиля постепенно когда сразу не делается постепенно значит на израиль это перевели система солями когда-то колбасу солями режешь по кусочкам по кусочкам можешь поэтому здесь и так опять таки у нас есть та же самая постепенная система и поэтому мы видим да значит что это то что сработало тогда это то что сработало нацистской германии значит обратите внимание что сам этап физического уничтожения евреев он начался довольно поздно довольно в конце я то есть опять таки этому предшествовала поселевная пропаганда дегуманизация демонизация да то есть я мы писали про это в начале войны да что вот к сожалению украинцы заменили евреев сегодня общественном пространстве да значит и вот вся та полная дегуманизация демонизация и кровавые наветы все то что евреи испытывали это вот ровно один в один сегодня пошло украинцы мы видим что постепенно идет постепенно это идет год за годом это капает как вода и который когда уже открываются шлюзы то уже сложно что-то остановить и поэтому опять таки когда началось вот тяжелое рабство не просто рабство фараону когда начался геноцид против евреев египте то мы видим что египтяне египетский народ активно сотрудничал властью опять таки не хотела мараться так сказать не хотел оставлять следы поэтому и нацисты кстати по сей день известный факт все приказы по уничтожению евреев они были устными да то есть опять таки даже в анзерская конференция об окончательном решении евреевского опроса там было очень мало письменных каких-то решений документов с не случайно любая власть которая делает такие вещи именно геноцид народа или народов это всегда устно поэтому и фараон говорит устно своим людям да давайте изхитримся он говорит там еврейским акушерков поэтому он говорит своему народу на то есть говорит но не пишет я говорил что мы опять таки уже 200 лет как читаем египетские тексты они расшифрованы и нигде нет письменного приказа о том что нужно уничтожать евреев то же самое с нацистской германии и не снимайтесь сегодня то же самое опять таки логика тех когда решили про геноцид она абсолютно одинаковая люди тем не менее понимает что они делают что нельзя оставлять следов именно поэтому то что пишет нахманин что он не послал министров или себя во фронт он послал простой народ простой народ грязную работу а когда народ это же народ был что это коллектив и поэтому опять таки мы видим да значит что вот это вот постепенность это тяжелый ответ и одновременно логично я напоминаю опять таки что есть знаменитый мидраж как хава согрешила да значит относительно запретного плода опять-таки та же самая идея постепенно даже говорит так что значит хава не хотела кушать запретный плод да значит ну как известно хава добавила запрету всевышнего да значит она говорит бог сказал его не кушать и не дотрагиваться до этого дерева смей так как он был хитрый тут же уловил что хава добавила к запрету запрет это конечно было неправильно и змей говорит будьте кушать ничего не произойдет наоборот и не менее хава отказываться когда значит змей стал ее уговаривать хаву дотронуться хотя бы до этого дерева отказывалась она поняла что она сделала ошибку уже поздно да значит она сказал не трагиваться то есть сама себе построила лишнюю ограду значит нужно умереть но не выполнять собственный приказ хорошо тогда значит змей уговаривала отказывалась в итоге знаете как в американском футболе спортсмены падают чтобы противник упал да то есть одно достигается через другое мидраж говорит змей упал в ноги хаве типа случайно хава падая прикоснулась случайно к дереву ничего не произошло видишь говорит змей так как ты прикоснулась ничего не произошло так и покушаешь нет дальше мидраж говорит что они значит змеем трагиваются дерево мизинцем маленьким пальцем потом большим ладошкой потом они обнимали это дерево чуть не кушали не кушали только вступали в контакт с этим деревом стояли обнимали это дерево класс единение с природой ничего не происходило и значит после опять таки только после этого хава съела запретный пот значит то есть что здесь есть в описании это привыкание греху чек потихоньку мидраж напрямую расшифровать обычно даже часто дает текст и уходит чек сам должен понять что есть мидраж говорит это привыкание греху сначала человек говорит нельзя потом случайно так он делает его потом мизинцем касается дочка обнимает грех ничего не происходит небо не падает на землю на голову значит можно грешить поэтому вот это вот постепенность она же она же она вот она имеет и положительные стороны и она имеет отрицательные стороны смотрите что происходит дальше считает таки итак мы сказали что поначалу фараон значит накладывает на евреев налог есть другой мидраж который описывает как евреи попали в рабство знаете вода опять-таки ты не можешь свободных людей за один день сделать рабами так не бывает это тоже процесса тоже постепенность так фараон устроил субботник как бы мы сказали да там я не степки с надувным значит деревом фараон сам пришел и тот же работал да значит работал и евреи вышли наш любимый фарон вышел как же мы отстанем работали работали фарон сказал молодцы теперь продолжаем без меня с этого момента даже что колено льви не вышло но чила тору отказались выходить на субботник и поэтому их нельзя было поработить так как они не вышли продолжаете вот они продолжают на ручке поэтому традиция упрямо утверждает что все были в рабстве а колено льви не было в рабстве потому что изначально попадалось на провокацию это постепенность она засасывает значит и поэтому значит поначалу опять-таки евреев ввели налог потом сделали как бы мы сказали трудовые армии трудовые армии были в венгрии в румынии в годы катастрофы да значит там евреев тоже опять-таки напрямую расстреливали они там умирали на работе тысячами десятками тысяч это то что форма которую делали местные нацисты в венгрии в румынии так вот фараон делает трудовые армии да значит и положили поставили над ним над израилем министров налогов значит и они значит мучили народ они строили вот города запасы для фараона питом и рамсес опять-таки потом мы не знаем где рамсес сегодня вполне известный раскопом да значит они работают более того нужно сказать поначалу им платили зарплату за трудовые армии да ведь они работают на благе египта строят плоды потом как мы знаем зарплата задерживается финансовые трудности врагов у нас много да потом идут займы нужно помочь своей стране потом обучают проценты опять-таки тот же самый ответ постепенность постепенно шаль за шагом уровень за уровнем и интересно опять таки дальше опять-таки до Gra band 17 это том уже работали не по своим работам мужчина работали на женской работе женщиной лужской значит мужчин работал женской работе следили за детьми. Мужская работа. Тяжело. Так как евреи нанимали себе слуги дитян, то мера за меру дитяне нанимали себе евреев, они там работали бэбиситтерами. Женщины работали в поле, не женская работа. И так далее, и так далее, и так далее. Есть интересная параллель между тем, что делает фараон и делает наш царь Соломон. Царь Соломон наш тоже делал трудовые армии. Это написано в Танахе. На прямой. Знаете, зачем? Чтобы строить храм. Итак, написано так. И поднял царь Соломон. Мы в первой книге царей, пятая глава. И поднял царь Соломон налог на весь Израиль. И был, значит, налог. Сейчас нужно послать сильных здоровых мужчин. Тридцать тысяч человек. И послал их в Ливан. Они там, понимаете, Часть рубила ливанские кедры. Часть сплавляла. Ну, не по реке. В Израиле нет таких рек. Нет там. Волги или Бибра. Сплавляли по Средиземному морю с севера. Ира. Скажем, Бако. Скажем, Яфа. Значит, часть сплавляла. Это некая профессия сплавлять деревья. Часть влавливала. И часть привозила в Иерусалим. Часть работала в камнях. И так далее. Итак, 10 человек в Ливан на месяц и сделал сменой. Месяц в Ливане два месяца дома. Мы говорили, что когда человек находится долго не дома, если помните, мы давно про это говорили, человек звереет. Это вот идея, когда человека забирают в армию. На 25 лет она была при царе. И даже сейчас в Советском Союзе было. На два года человека забирали, он не был почти дома или был с трудом дома. Короткое время, в течение двух лет. Поэтому, когда человек находится вне дома, человек пришел к человеку с зверем. Зверем. Мы говорили, что это главная тайна из Альска. Но солдаты регулярно выпускают. Регулярность она разная. У кого-то она разная. неделю на Шаббат у кого-то раз. Три недели в четыре. Но нет такого, чтобы человек митцатцами не был дома. Нет такого. Все, даже самые бойцы. Поэтому, сегодня, в Украине солдат ратируют, вынимаются с фронта, отправляют домой. Это та же самая идея. Свет оставался полвеком, не перерачал зверя. Так. Дальше, значит, опять-таки, если думаете, что царь Соломон остановился на этой трудовой армии, когда построил храм, то он остановился, ошибаюсь, написан напрямую. Итак, мы читаем дальше. Шестая глава книги царей. А в следующий год, в одиннадцатый год царствования царя Соломона, в месяц Буль, в восьмой месяц, значит, он, царь Соломон, начал строить себе свой дом. Окей, переведем. Дворец. Царский дворец. на все вещи свои и по всем его законам строил его семь лет. То есть, храм строился тоже очень долго, царский дворец строится семь лет. Это тоже некая трудовая армия. И также, и дом свой строил царь Соломон. И закончил его. И построил дом Ливанского леса. Построил тоже некий огромный дворец. не знаю, съездов, партии, культуры, не знаю. Фарон еще один дом. И построил еще он дом дочери фарона. Как известно, это была одна из его жен. Он строил дворцы своим женам. Здесь упоминается опять-таки дочь фарона. У него было много жен, тоже дочери царей. Сын Рихавам был тоже от еврейской принцессы, от дамы, которая прошла Гиур. И было после этого, когда построил царь Соломон дом Господу в Иерусалиме и дом царю, царский дворец. И все любое желание Соломона, которое он хотел сделать. На любое желание царя есть возможность его осуществить. Трудовые армии. Трудовые армии. Опять-таки царь Соломон это более гуманно. Фарон это делает менее гуманно. Но при этом то же самое. То есть есть некая постепенность. Поначалу есть национальная цель. Нужно построить храм. Согласны, согласны, прекрасно. Поехали в Иван. Но на этом армия трудовая не распускается. Храм-то построили трудовую армию, никто не сказал домой по домам. После этого строим дворец царю Соломону, строим дворец его жене. Судя по всему текст намекает и другие дворцы другим женам, а у него их было много, 300. И какой-то тут он построил дворец ливанского леса. И мы еще раскапываем кучу-кучу дворцов приходит царя Соломона в самых разных махише, на юге, на севере, где угодно. И поэтому написано и был налог который налог на людей на трудовую повинность который вознес царь Соломон построить храм Господу и его дом и Мило есть некий дворец называется Мило и стену Иерусалима и свой и Хацор и Мегидо и Гезо здесь есть некоторые опять-таки вещи национального характера мы говорим Иерусалимский храм мы говорим стены Иерусалима опять-таки некоторые места это сугубо оборонительные крепости они сегодня раскопаны Мегидо например Гезо вещи раскопаны Мило Хацор окей есть сегодня город Хацор Аглелит направление Ливана Кирашмоны Рошпины это то же самое название это место не раскопаны Мило и Хацор не раскопаны мы не знаем что это это мог быть тоже проект национальной обороны это мог быть дворец съездов концертный зал футбольный стадион все что хотите мы не знаем и под это дело людей тоже прикрутили ввели налог и опять-таки то что я хочу сказать значит что это постепенное привыкание еще раз к Сен-Другим Вечам что люди должны отдавать налог работой рабочей силой мужской физической грубой государстве ну или царю опять-таки в то время царь государства это слова-синонимы но под конец опять-таки пророк значит который писал книгу царей да значит он вполне себе говорит напрямую любую вещь которую царь Соломон захотел сделать вещь идет в первую очередь про проекты национальные даже космические для всего человечества храм который служил для всего человечества все это хорошо все это круто это правильно после этого начались частные дворцы ну окей дворец царя он там принимал других царей это мощь государства хорошо после этого уже совсем начинаются частные вещи как дворец его жены и так далее а уж после этого начнутся вещи которые мы даже не знаем мы знаем просто название поэтому поэтому опять-таки приходится сгощу признать что человек существо привыкает привыкает ко всему да значит мы находим что люди привыкали жить в гетто люди привыкали жить в трудовых лагерях люди жить в концлагерях человек привыкает человек привыкает есть известный вопрос который звучит очень грубо и очень жестоко звучит он так у кого было больше шансов выжить в концлагере у простого рабочего или аристократ да то есть аристократ которому нужно как говорил Андрей Миронов мне нужно с утра чашечку кофе мне нужно почистить зубы мне нужно то мне нужно все простой рабочий встал и пошел на завод помыл руки или не помыл мы думаем стереотипно что у рабочего гораздо больше шанса выжить он и так живет в грязи он привык он неприхотлив ничего подобного есть четкая статистика выживаемости что процентом отношения у аристократов было намного больше шансов выжить чем простого рабочего знаете почему как раз потому что вот он привык делать все эти вещи что ему с утра нужна чашечка кофе что ему нужно помыть лицо с утра ему нужно почистить зубы мы находим людей которые там отдавали свои завтраки обеды за то чтобы они могли чистить зубы такие люди стратегически вот они выживали а почему они сохраняли в себе человека человек который уважает сам себя были люди которые чистили обувь в концлагерях да и тогда мыли руки опять таки мы находим раввинов которые там делали немыслимые вещи да которые от них никто не требовал в концлагерях соблюдают заповеди то есть они кушали и так там немного они отказывались почти от всей еды там кушали только хлеб тем не менее когда человек уважает себя и свою душу человеческую внутри себя это то что в итоге решает всю ту тяжелую ситуацию в пользу человек выживает простые рабочие к сожалению очень часто так они привыкли жить простыми рабочими без гены они махали на себя рукой если человек на себя махает рукой то его голова и тело тоже махают на себя рукой и поэтому опять таки вывод здесь что нужно уважать себя уважать себя уважать себя если дай бог мы оказываемся в тяжелой ситуации нужно стараться вести себя как обычно как мы жили в мирной жизни Атанч Аранский рассказывает это было сейчас актуально в корону когда люди сидели в изоляции и он значит давал советы как себя вести так и люди сидели дома значит он говорил что когда я сидел в камере в карцере в одиночке я пытался вести обыкновенный образ жизни я не спал сколько можно хотя можно никто не поднимает на работу я старался вставать в одно и то же время рано утром я делал зарядку я пытался слушать новости я играл сам собой в шахматы там всеми сестру как вы вылепили с хлеба там шахматы этот человек ценил в себе человека да там мы знаем масса людей люди там читали книги изучали языки фирмы человек ценит в себе человека свою человечность он не пытается плыть по течению это то что ровно от него хотят нацисты татуировали номера чек для них был не чеком чек был для них номером поэтому наша идея ровно наоборот человек это человек когда он ценит всю человечность он ценит в себе он ценит и в других людей именно поэтому в древнем в Египте и в нацистской Германии и в сегодняшней Российской Федерации происходит абсолютная демонизация придумывания что люди которые напротив нас они не люди они достойны человеческого отношения к ним можно все это не только можно это и нужно хорошие они плохие мы спасаем себя мы спасаем человечество и так далее и так далее и поэтому опять-таки главный месседж главная идея значит из сегодняшнего урока что нельзя привыкать к злу зло опять-таки как мы видим оно имеет разные лица разные фасеты разные разные проявления и начинается все со слов начинается все с каких-то плохих слов с какой-то лжи с какого-то обмана с наговоров поэтому евреи так тяжело и по сей день нельзя сказать что сто процентов успешно или борются с наговорами про себя это мы-то на сегодняшнем игре называем кровавый нагад кровавый навед и сам кровавый навед напрямую и любая ложь то есть которая относительная вещь поэтому тоже самое важно сегодня относительно украинцев опять-таки с этим нужно бороться слова убивают это вывод которому пришли в Израиле слова убивают не сразу а постепенно слова которые ложь которые обман которые дефамация которые демонизация в итоге прольется кровь поэтому вся идея сегодняшнего урока это опять-таки обращать внимание на эту постепенность на этапы на слова умелиться с этим разоблачать ложь у меня все вопросы я могу вас спросить пост первенцева это первенцы должны поститься или все должны поститься в общине это должны поститься только первенцы перворожденные мальчики второе так я не почувствую спасибо спасибо хорошо по-разному пишут я читал по-разному пишут только первенцы только первенцы так как Песох это перед Песком тяжелый день принято выучить что-то сделать завершение этой учебы а под завершение учебы Тор имеет цифру не там Терема Пифагора под завершение учебы можно и нужно это отметить хорошая значит закуска и поэтому люди к этому дню который будет послезавтра в среду 5 апреля есть еще время можно там лишнюю выучить что-то такое простое поэтому человек даже первенец если он что-то выучил из Торрихс из Торрихс может кушать под радость изучения благодарю вас благодарю еще вопросы хорошо если нет вопросов тогда это Иван я хотел спросить а вообще как пост правит просто понимание что из утра до вечера потому что я первый не сложився поэтому есть подозо захода значит пост идет опять-таки с восхода солнца и до захода солнца поэтому это не 24 часа это примерно сегодня там правда мы уже в летнем времени поэтому это больше сегодня больше 10 это только вот этот один день допустим пятого числа опять-таки можно там чуть-чуть позже встать если возможно часик-два прошло уже хорошо и опять-таки вечером пасхальный седр поэтому это только дневной пост это коробки в этом это среда 5 апреля а если там есть пост например там 3 дня 5 дней 10 дней это где мусульман рабадан вообще как бы если человек постится там или собирает себе длинный пост сегодня у нас таких постов нет он не сохранился сегодня самый длинный пост 25 часов 25 часов спасибо елена спасибо что пришли спасибо спасибо поэтому всем всего наилучшего с праздником все было хорошо берегите себя всем здоровья кошерного радостного песах и опять-таки свободу нужно бороться это вот вывод который есть у евреев сегодня украинцев свободу можно нужно всем всего самого наилучшего спасибо спасибо юра всем с праздником до свидания до свидания Субтитры подогнал «Симон»